В Московской области подведены итоги губернаторской премии «Наша Подмосковья-2018». В этом году на ее соискание было направлено более 20 тысяч проектов. В ней приняли участие более 75 тысяч человек. В 2018 воплощенных идей были оценены экспертным жюри. Среди них 27 лауреатов. Это жители Ликинодулевского округа. Вручение премии «Наша Подмосковья» превратилось в настоящий фестиваль всего необычного, полезного, вкусного, нарядного, исторически значимого и удивительного. Каждый год на финал собираются те, кто проводит настоящую культурную революцию в Московской области. Премия «Наша Подмосковья» по-настоящему объединила очень неравнодушных, очень заботливых, внимательных людей. Я прежде всего хочу поблагодарить всех вас за ваши добрые дела и за ваше активное участие в жизни Подмосковья и в жизни нашей страны. Ведь проекты имеют самую обширную географию. Хочу пожелать вам здоровья, сил, творите добро, а мы будем вам обязательно помогать. В этом году из Ликинодулевского округа на соискание премии было направлено 220 проектов. 27 из них стали обладателями второго места в двух категориях – «Инициатива» и «Команда». Один из самых крупных проектов нашего округа – это, безусловно, фарфоровый фестиваль, который в этом году впервые прошел в Московской области и собрал большое количество участников. Дорогие гости, сейчас вы видите часть модного показа. Дефиле костюмов, созданных под впечатлением от самых знаменитых дулевских сервизов – фарфоровое дефиле. Также на площадках премии «Наша Подмосковья» была представлена экспозиция уже ставшего традиционно фестиваля «Вар варенье». Любой желающий мог попробовать приготовленное у всех на глазах вкуснейшее ягодное лакомство. Держи варенье. Еще одна экспозиция из нашего округа – это мини-музей «Центроспектр». Поисковики показали находки, привезенные с полей сражений Великой Отечественной войны. Мы представляем свою патриотическую работу в городском округе Геннадалево. На данный момент здесь имеются экспонаты как раз «Союза кузнецов России». Вот они им предоставили экспонаты для Донбасса, вот именно для нашего сейчас выставки. Здесь наш музей поисковой экспедиции. Вот часть, так скажем, музея. Есть часть фотографии. Среди лауреатов премии оказался наш филиал лесничества. В этом году его сотрудниками представлен проект «Школа лесного добровольца». Подразумевает такую достаточно большую разнообразную серию мероприятий для волонтеров, которые хотели бы помогать лесу. Ну, в первую очередь, лес сажать, охранять от пожаров. Ну, в общем, появился этот проект, наверное, с 2011 года. И мы видим уже, что те, кто впервые приехал в волонтерский лагерь сажать лес в 2012 году, в 2013 году. Уже сейчас сами организуют волонтерские выезды, работают у нас в лесу, сажают лес. Творческая усадьба «Гуслица» стала обладателем второй премии в категории «Инициатива» с проектом «Гуслицкие вечерки», которые проходят еженедельно. «Вечерки» – это такие народные гуляния с песнями, с танцами, с играми. Это здоровая альтернатива каким-то ночным клубам, нездоровому отдыху. Жюри отметила также проект нашего округа с футболом по жизни. Вот уже три года в Ликино-Дулеве на стадионе «Сокол» проходит турнир по футболу среди ветеранов 50+, памяти Тарасова. Николай Тарасов был не только прославленным футболистом, но и в течение 20 лет возглавлял Министерство легкой промышленности Советского Союза. Популяризация футбола в нашем Орехово-Зуевском районе, а теперь уже городском округе Ликино-Дулева, это одно из важных направлений воспитания подрастающего поколения. На примере вот таких легендарных личностей, которые показали себя и в спорте, и достигли больших результатов в жизни. Школьники из Соболева представили экологический проект «Кто, если не мы». Он также был удостоен премии второй степени. Год назад у нас был создан волонтерский отряд, и вот мы решили, значит, как-то сдвинуть проблему несанкционированных мусорных свалок, потому что проблемы очень актуальные. В результате мы убрали четыре мусорных свалки на территории сельского поселения Соблевск. Куровской психоневрологический интернат презентовал проект спартакиады или паралимпиады среди ПНИ Московской области. Развитие спортивных соревнований для людей с ограничениями по здоровью нашло отклик как среди непосредственных участников, так и в рядах экспертов премии «Наша Подмосковья». Мы начали с летних игр, зимой учредили зимние. Твердо могу сказать, что она теперь у нас и летняя, и зимняя, и будет на постоянной основе ежегодно два раза в год. Самым радостным известием для нашей телекомпании стало то, что в числе лауреатов премии «Наши Подмосковья» оказался телевизионный проект «ТВАЭС» «Наши дети». В прошлом сезоне, благодаря участию в нем, 27 малышей раскрыли свои таланты, и о них узнал весь округ. Обычно журналисты и сторонние наблюдатели мероприятия, но сегодня мы в центре событий, мы виновники в том числе этого торжества, нас пригласили на подведение итогов конкурса «Наши Подмосковья». Мы в числе лауреатов, и это очень приятно. Мы планируем и дальше продолжать проект «Наши дети». Новый сезон стартует уже через месяц, и мы с удовольствием приглашаем наших новых маленьких участников к нам. За шесть лет существования премии «Наши Подмосковья» в ней приняли участие более 200 тысяч человек, из них 10 тысяч стали лауреатами. Благодаря реализованным проектам и добрым делам во многих муниципалитетах удалось решить некоторые экологические и социальные проблемы, сделать интересным досуг детей и взрослых, или просто раскрыть таланты людей. Вручение премии должно продолжиться, поэтому желающим оказаться в числе лауреатов стоит задуматься, какую идею воплотить в жизнь и как сделать свой край лучше.